Здравствуйте, дорогие друзья! Мы уже давно давно работали с не сольными проектами, но это не трудно говорить, что будет субъективно от них. Но, тем не менее, мы собираемся активизировать работу со всеми нашими инвесторами, со всеми нашими партнерами. Тем более, с вами, скажу, правильно, мы правильно заметили себя на развитии сотрудничества. По одной простой причине, мы сегодня на юге России, да и, пожалуй, наверное, стране в тело, один из наиболее менее обеспеченных своими собственными ресурсами в нем. Мы на сегодняшний день по факту не имеем генерирующих мощностей, и для нас развитие энергетики – это, безусловно, проблема на дороге. Это, конечно же, в первую очередь, тарифа, стоимость энергетики. А это, безусловно, на сегодняшний день один из основных тормозов развития предпринимательства в бизнесе, особенно в бизнесе крупного, серьезного. Мы развиваем различные формы сотрудничества с нашими партнерами, и то, что мы с вами сделали первый шаг, я думаю, на обязательном направлении будем реализовать уже так же. Рад приветствовать вас еще раз, и, надеюсь, еще на новом форме мы с вами очень много-много интересного, нужного, полезного для нас для объектов. Все. Спасибо. Спасибо большое. У меня есть огромное удовольствие присутствовать здесь, сейчас, в торжественной теме. И хочу сказать, что то, что Каумаки отделена генерирующими сусами, это, с одной стороны, может быть и плохо, с другой стороны, может быть и хорошо, потому что основным генерирующим сусом на стороне – это квалификация, атомные энергетики, это не судьба, может быть. Габло-магерные источники, они только начинаются, как зеленая республика, республика, не опягощенная выбросами стекловых электростанций, особо в углу неополинированная, она представляет очень интересный регион, особенно если учитывать то, что все парторы, которые способствуют развитию интернативных энергетиков, кому-то, к остальное, очень хорошо, Потому что инвестор в интернательную энергетику никогда не придет, если нет солнца, если нет ветра, если нет свободы земли, если плохая логистика и так далее. В этом смысле здесь промыки присутствуют. Поэтому мы сейчас здесь, у нас очень серьезные изменения по инвестированию. У нас где-то примерно в фонде 50 и 50 СРУ у нас 1800-1800 мегаватт мощностей, которые мы должны построить. Если это примерно 18 электростанций, то нет. И каждая электростанция стоит около 10 миллиардов рублей. То есть нам нужно достаточно значительное средство инвестировать в строительство витринных электростанций в следующие несколько лет до 2023 года. Кондиционный период сейчас заканчивается, по обязательствам которой мы встали в 2023 году. И в этом смысле Калмыкия является одним из наших самых высоких приоритетов с точки зрения наличия тех факторов, которые способствуют возврату денежных специй на вложенные инвестиции. Поэтому, с одной стороны, может быть плохо что-то, когда ресурсы у вас нет, с другой стороны, может быть хорошо, потому что вы будете обеспечены альтернативными источниками и будете из альтернативных источников питать еще внешние пространства сразу. Поэтому еще хочу сказать, что очень важным аспектом является отношение к инвесторам в этом смысле. Спасибо вам, спасибо Целёре Леховне, моё людьми. Вы занимаете активную позицию, это очень важно для нас. Вы сами нас нашли, вы нас сюда привели, вы рассказали о вашей республике, рассказали о тех преимуществах и вы поняли, что нам туда надо. Это очень важный момент и большое вам за это спасибо. Еще раз спасибо за просмотр, что вы откликнулись на нашу просьбу, на то, что они все хотели исполнить от нас, и к этому нам помогает абсолютно сама жизнь. И мы на сегодняшний день не можем, конечно, похвастаться развитие промышленной инфраструктуры, поэтому, еще раз повторюсь, вопросы, связанные с медлитикой, для нас, и на их первом степени значились, тем более с альтернативными источниками. Я убежден, что наше сотрудничество будет развиваться и в скором времени, надеюсь, увидим наши первые результаты. Увидимся.